всем привет ребята сейчас я хотел бы затронуть такую тему как традиционные занятия вернее занятия традиционными видами восточных единоборств по слепому следованию тем канонам тем движением которые тогда-то 100 лет назад 70 лет назад были в том же самом каратэ и сегодня вот это вот глупые слепых слепое исследование этим традициям без каких-либо изменений то есть давайте мы посмотрим это на примере того же самого сыринрю каратэ или кукушинкай особенно кукушинкай как пока еще был жив на ситуацию а яма традиция кукушинкай была очень и очень сильно то есть любое отступление от правил любое привнесение каких-либо новшеств каких-то техник из других стилей как говорится каралась по закону могло ощутимо ударить по авторитету того учителя или ученика который пытается совместить скомпилировать техники допустим дзюдо и техники того же самого кукушинкай но после смерти а ямы через пару лет мы начали наблюдать то что мы видим уже сегодня то есть компиляция различных техник взятых из других стилей техниками кукушинкай то же самое все ринрю особенно все ринрю если мы посмотрим на поединки спортивные на чемпионатах на турнирах 30 40 летней давности и сравним их с тем что происходит сегодня то тут же сразу отпадают все сомнения в том что следовать традиции слепо следовать традиции это просто-напросто глупо почему объясняю для тех товарищей для тех тренеров для тех адептов восточных и недоборств которые живут сегодня на территории бывшего совка скажем так не было возможности посещать восьмидесятые годы в начале девяностых годов не было возможности посещать семинары именитых мастеров по карате допустим или по тому же самому венчу где они брали информацию информация бралась из сомнительных книжек переведенных с грехом пополам с китайского или с английского языка на русский из тех картинок фотографии которые размещались в этих книжечках видеокассеты до видеокассеты занимали это вообще отдельная ниша была в развитии восточных единоборств на территории союза и потом на территории бывшего союза это была отдельная ниша с видеокассетами которые переписывались по 15 по 20 раз передавались друг другу из-под полы чтобы не дай бог кто-то блин не попался блин в кгб или еще куда не загремел блин за решетку за пропаганду вот этих вот стилей была же такая фигня чё чё греха ты была такая фигня практически все кто занимаются по 30 по 40 лет знают что это было правда и не всегда даже на этих видеокассетах те люди которые демонстрировали какие-то приемы или какие-то техники из того же багу аджан не всегда это было правдой и не всегда это было именно тем что демонстрировали вот эти вот люди потому что в силу своей неопытности в силу малой малого получения информации кто-то из них всегда да и не кто-то многие из них всегда додумывали то чего не могли понять из описания или не могли понять из показанного на семинаре приносили что-то свое думали так это мы заменим на это это мы заменим на это или точно так же как в игре на гитаре а если у меня не получается аля минор значит берем баре на полтона выше тогда можно сыграть в другой тональности в принципе то же самое получалось в карате в кунг-фу и так далее но но сегодня если мы следуем слепо традиции скажем так мы топчемся на месте посмотрите на тот же самый винчун на традиционный винчун с которым я очень часто упоминаю имя основателя европейской федерации винчун керншпехта принесшего в развитии винчуна техники кикушинка и техники грепплинга техники кикбокса карате не только он но его ученики именитые мастера ученики принесли в этот винчун очень много того что сегодня называется европейским направлением винчун и с китайцами они два года назад разорвали все отношения потому что китайцы требовали чтобы люди занимающиеся здесь в европе следовали строго канонам которые заповедовал дедушка ипман и его 5 учеников но даже те пять учеников которые взяли что-то от этого ипмана они привнесли свои понятия они принесли свою философию они принесли свои движения свою технику в то что они получили от этого ипмана точно также карате каждые 5-7 лет карате что-то кардинально меняется и это правильно и это хорошо почему потому что карате это ну сравним с тем же что это обычное маленькое озеро да и если в это озеро не поступает свежая вода из ручейков то рано или поздно это озеро зарастет ряской превратиться в болото и вообще иссохнет сгниет умрет точно также карате если мы будем всегда следовать слепо традиции не привнося что-то новое не развивая его техниками из других стилей эффективными классными действительно работающими техниками из других взятых из других стилей то это карате рано или поздно начнет усыхать начнет терять свою значимость и у людей в первую очередь у тех кто занимается карате пропадет просто-напросто постепенно интерес к занятиям интерес к тренировкам что как раз мы сейчас и наблюдаем последние годы люди кидаются в тот же самый мм и люди кидаются в бразильское джиу-джитсу люди кидаются очень многие где особенно в германии очень многие бросаются сейчас на занятия венчун керншпехтовским венчун почему потому что многие именитые как я уже сказал чемпионы и мастера по кикбоксу по тайбоксу просто-напросто оставив свое направление перешли в венчун керншпехта и развиваются дальше и причем развиваются успешно я не говорю о том что у них есть свои школы да у них есть свои школы у них есть свои ученики у них есть свои спортзалы у них есть все но они не топчутся на месте они развиваются вперед когда человек поймет что выучив 33 буквы алфавита это хорошо из этих букв можно составлять различные слова это круто но если из этих слов составлять различные предложения это будет вообще зашибись точно так же вот эти вот буковки присутствуют в каждом стиле в каждом направлении и допустим из какого-то определенного количества букв в разных стилях созданы различные техники и эти техники нужно сравнивать и привносить в свой стиль те техники которые действительно являются эффективными и рабочими вот я надеюсь вы меня поняли что хотел сказать я уж ничего такого сложного тут не говорил просто почему я решил затронуть эту тему потому что очень часто когда я на у себя на канале говорю о том что любой стиль любое направление оно должно развиваться оно должно компилироваться с различными техниками чтобы быть эффективным чтобы быть актуальным на данный момент на сегодняшний день чтобы человек мог противостоять на улице какому-нибудь гопнику или нападающему на его противнику эффективно и результативно не используя голую технику голую базу того же самого карате а используя с этим карате техники допустим того же дзюдо того же грэплинга или того же винчун это ведь намного больше даст шансов вам на победу чем если вы будете просто из стойки кибодача выходить на блок у разуки хоп гидан барай у разуки ну что вы этим добьетесь нужно уметь работать нужно уметь думать нужно мыслить и ну и конечно же нужна смекалка ну что ж это все пока в этом видео выпуске не забудьте подписаться на наш видеоканал поделиться видео с друзьями оставить лайк поставить свой комментарий нажать на колокольчик чтобы всегда быть в курсе событий и да вот вам квадратик нажав на которую вы можете стать спонсором этого канала и затребовать снимать снятие запись видеороликов по вашему желанию все зависит только от цены всем удачи пока